всем привет с вами ирина в этом видео хочу показать вам свою ценочку купленную за 40 гривен вы ее все помните и просите снимать видео показывать как она себя чувствует какие происходят изменения с данным растением так вот изменения у нас вы я думаю уже заметили что мы растим молодой листик очень так активно растем листик расти растет очень очень хорошо и мы также начали растить корешочек вот он пробивается молоденький корешок и еще возле старого цветоноса я тоже при осмотре увидела что у нас там что-то растет я думаю что должно быть видно ну по крайней мере я вижу вот прям у основания вот этого вот цветоноса вот такая вот прям маленькая пимпочка не знаю что это но я думаю что время покажет гадать особо не хочу потому что надеешься на одно получается другое все мы хотим цветоносы но если вдруг это корешок мы расстраиваемся что вот я так ждала цветонос поэтому я не хочу ничего загадывать предугадывать что это будет ну что будет то будет в любом случае рано или поздно это орхидейка порадует своим цветением потому как растение в хорошем состоянии то есть корешки вы видите у нас хороший листик мы растим отлично вот и опять же на примере вот этой вот орхидейки хочу сказать что пересадка абсолютно никак негативно на растение не влияет только только в одном единственном случае если растение не очень хорошо себя чувствует то бишь изначально вот как бы на вид хорошая здоровая орхидея а после пересадки мы начинаем опускать листики мы начинаем тормозить в росте вот но это самый первый такой вот звоночек что наша орхидейка не очень хорошо себя чувствует ну и как минимум желательно ее пролить фитоспорином а то даже и замочить фитоспорине на 5-10 минут опять же это все очень и очень индивидуально поэтому когда вы пишите и спрашиваете а что мне делать вот с моей орхидеи вот она у меня там недавно куплено но мне немножко сложно отвечать вот так заочно во первых когда не видишь растения во вторых вот так вот угадывать это немножко все-таки проблематично в любом случае после покупки желательно все таки хотя бы пролить фитоспорином так вот орхидейка наша растет хорошо так она у меня все таки вы видите что ближе вот к этому краю горшочка ну потому как у нее так вот корешки расположены я не могла я просто ломать корни и выравнивать орхидейку поэтому вот посадила как ей удобно вот она в принципе так росла и я ее так уже и оставила единственное что я купила вот такую вот птичку невеличку вот и поставила ее для того чтобы растение имела скажем так такую опору и росло прямо вверх мне не хочется чтобы растение западала так как бы на бог да заваливалась мне хочется чтобы она росла красиво прямо вверх вот ну конечно же еще влияет то что она стоит под фитолампой либо можно такое растение поворачивать к солнышку вот если у нас вот здесь вот окошко и светит солнышко можно поворачивать растение непосредственно к окну и тогда наша орхидейка будет смотреть сюда к солнышку к окошку и будет сама постепенно понемножечку выравниваться конечно же за там три дня вы результат не увидите но если у вас орхидейка простоит так месяц второй то конечно же можно увидеть как листики словно поворачивается к свету к солнышку и как бы тянутся так что можно и еще самостоятельно направлять рост листиков ну вернее даже не рост как бы на направлять листики в какую-либо сторону вот так что наша орхидейка уценочка очень даже хорошо себя чувствует очень много сейчас есть таких вопросов что вот я купила орхидею что мне с ней делать и выкладывают в группу куча куча фотографий покупают уценок и совершенно не знают что с ними делать потому как посмотрели одно видео посмотрели второе видео и думать что это все так легко и просто ну для того чтобы покупать уценки вы должны как минимум уже понимать что вы можете сделать с этим растением как вы можете помочь этому растению потому что очень очень часто бывает такое что среди у цена продают уже но такие прям орхидейки бедненькие такие но несчастники что ну нереально просто уже выходить это растение поэтому старайтесь обращать конечно же внимание на цвет листьев обращайте вообще на наличие корней потому что если корней вообще нет то есть выходить эту орхидейку будет сложнее если листики желтые не покупайте такую орхидейку ну разве что если вы знаете как вы будете ее лечить и еще такой момент когда ко мне обращаются и спрашивать что мне делать с орхидеи скидывают фотографии когда я пишу что обработайте растение фитоспорином и мне когда девушка ответила а у меня его нет и через буквально две недели скидывает другую фотографию что же мне делать с моей орхидеи а там кошмары ребята а там просто кошмар то есть когда человеку пишешь и ну как бы объясняя что купите вот этот препарат и пролечите растение что растение нужно пролечить человек ну как бы скажем так закрывает на это глаза думает а еще растение буду лечить она и сама вычухается на потом через некоторое время уже такая вот плачевная нехорошая ситуация происходит так что не ленитесь я не могу поверить в то что нету фитоспорина но невозможно такое поверьте даже через интернет магазин его вполне реально купить то есть это такая вещь что она вполне доступна что у нас на украине что в россии то есть тем более что фитоспорин производят в россии но когда мне девушка пишет что ну у нас просто нет фитоспорина но не могу я в это поверить просто не могу потому как через интернет пожалуйста можно купить все что угодно с доставкой на дом либо с доставкой на почту но можно найти самое конечно же важно я считаю что это желание если человек действительно хочет помочь растению если это растение действительно вам дорого конечно же вы найдете любой препарат и вы будете делать все что угодно только чтобы спасти вашу орхидейку но если вам особо орхидейки не интересны и просто скидывать фотографии потому что вот помогите и когда я трачу на вас свое время да то есть я пишу что и как и потом я получаю такой вот нехороший скажем так ответ но честно сложно немножко с такими людьми так что не покупайте не покупайте уценок в очень плохом состоянии старайтесь среди уценок если вы уже решились на покупку старайтесь выбрать самое живое растение попробуйте сначала на таком если у вас все получится тогда можно уже смотреть какие-то другие орхидейки не знаю возможно для кого-то важно стоимость орхидейки я не знаю у каждого конечно каждый покупает растение из каких-то своих там побуждений соображений да ну я вот эту вот орхидейку купила потому что но она действительно была в хорошем состоянии то есть в ней я ничего не увидела такого плачевного соответственно вы видите что вот это вот уцененная орхидейка абсолютно нормально она растит корешки она начала растить листик то бишь вот такие вот уценочки пожалуйста можно покупать но старайтесь все-таки воздержаться от покупок орхидей с желтыми листьями это не так просто будет вылезать такую орхидейку вот так что если вы все-таки решились покупать уценочку то в первую в первую очередь посмотрите либо несколько видео либо почитайте вообще информацию как выхаживать и вообще что за этим всем стоит потому как скажем так выходить орхидею как я их называю реанимашку это не так просто на это уходит очень очень много времени очень многие покупают ставят там к примеру растения над водичкой и уже потом пишут через неделю через две пишут ко мне с претензиями а вот моя орхидея не растит корни у нее нету роста листьев вот она просто стоит да ребят такие растения очень и очень долго наращивают свои корешки то есть растение нужно первое время прийти в себя вот потом конечно же это растение нужно будет протирать либо опрыскивать витаминами то есть этому растению нужно помочь чтобы растение сделала восстановила все свои запасы в листья и только тогда это растение сможет расти корешки то бишь еще раз повторюсь реанимировать орхидейку все таки не очень просто ну конечно для тех кто уже не единожды вытаскивал орхидейку из такого сложного скажем так состояния когда бывает такое что у нас просто два листика и ничего больше вполне реально вполне реально восстановить такую орхидейку но на это нужно будет потратить очень много времени очень много терпения ну конечно же все таки немаловажно сил и вашего внимания так что я не призываю вас ни в коем случае покупать уцененные орхидейки по возможности покупайте красивые здоровые цветущие растения и у вас все непременно будет хорошо но все спасибо всем огромное за внимание подписываемся на канал ставим лайки и до новых встреч пока пока